Всем привет! Меня зовут Сергей Шаповал. Я старший разработчик компании GlobalLogic. Сегодня мы с вами поговорим про GoLang. Почему GoLang? Почему у нас Java CareerDay? В последнее время наши заказчики хотели бы видеть GoLang на своих проектах. И, как ни странно, очень часто он идет в связке с Java на проектах, которые используются в GlobalLogic. И поэтому мы хотели бы донести до вас, что такое GoLang, какие его преимущества и почему он стал таким востребованным. Давайте посмотрим вначале на то, какие проекты были написаны на GoLang. Здесь мы видим Kubernetes, Docker, Terraform, etcd, даже Ethereum был написан на GoLang. По сути, это в большинстве своем клауд-технологии. И, как говорят их разработчики, эти технологии были бы невозможны без существования GoLang. Кроме того, на GoLang пишут еще Command Line Application. Как мы видим, здесь есть уже оркестраторы наших микросервисов, сами микросервисы и какую-то низкоуровневую логику, поскольку GoLang считается System Level Language. Кто же поддерживает GoLang? В первую очередь, конечно же, это Google. Ну и здесь в перечне компаний, которые его поддерживают, мы видим и другие большие клауд-провайдеры. Это Heroku, это AWS, это сам Google. Видим и другие компании, которые его используют, не менее именитые. И даже вот ракеты запускают вместе с GoLang, SpaceX. Хорошо, а есть вот эти вот компании Mini-T? А вообще, есть ли спрос на этот язык среди других компаний вообще в мире? Давайте посмотрим на статистику по вакансиям в мире. Здесь мы видим, что GoLang за последние месяцы обогнал даже Java и Ruby по количеству вакансий. Больше спрос разве что на вакансии по Python и по JavaScript. Давайте посмотрим на особенности ключевые самого языка. GoLang – это кроссплатформенный язык, он статистически типизированный, в нем есть garbage collection, в нем можно использовать функции, в нем есть нативная concurrency и весь роскод он компилируется в отдельной бинарнике и запускается без использования виртуальных машин. Ну, казалось бы, почти все то же, что есть и в Java. Единственное отличие – это то, что у нас здесь нативная concurrency-модель, и здесь вопрос, а что она означает нативная concurrency-модель, и то, что мы компилируем все бинарнике, который запускается без виртуальной машины. В чем здесь преимущество для такого запуска? Для того, чтобы понять это, давайте рассмотрим, почему был создан вообще GoLang. И для того, чтобы понять, почему он создавался, давайте посмотрим проблемы, которые возникли в мире перед тем, как его создавали. Это статистика по перформансу однопоточного приложения и по частоте процессора. Видим, что начиная с 2004 года, примерно в этом году, рост стабилизировался и, по сути, мы достигли потолка по частоте, по перформансу, по частоте процессора по перформансу однопоточных приложений. И это, по сути, провал Мура, который нам гласил, что мы будем наблюдать экспоненциальный рост нашей производительности. В то же время видим, что где-то в этот период, в 2004 году, начали сильно развиваться процессоры с несколькими ядрами. И, получается, из-за этого у нас стали востребованы системы, которые поддерживают вот эту concurrent-модель. Если рассмотреть, когда были созданы языки по годам, то мы увидим, что такие языки, как Python, Java, C++, C-Sharp, все они были сделаны до 2004 года, и поэтому они не проектировали с учетом потребностей в concurrency. Гуланг был же разработан наоборот, с учетом concurrency и для того, чтобы решать эти проблемы concurrency. Рассмотрим еще немного теории. Создатели Гуланга продвигают, помимо concurrency, еще и параллелизм. И они подчеркивают, что параллелизм важнее concurrency, потому что с параллелизмом мы добиваемся полной загрузки всех мощностей наших компьютеров. Давайте же найдем разницу между concurrency и параллелизмом. Я буду использовать слайды RobPike. Вот у нас есть некая задача перенести стопку книжек в печку и для этого у есть вот такой работничек. Если работничек один, то это однопоточная среда. Если мы добавляем еще одного работничка, то это уже будет многопоточная среда, но эти два работника конкурируют и за стопку книжек и за саму печку. Поэтому они дольше выполняют данную работу. Как можно их распараллелить между собой? Можно разделить стопки и саму печку, стопки книжек и саму печку, а можно сделать, чтобы каждый из этих сотрудников работал по полпути. И вот эти два подхода, они напоминают пайпы в линуксе. И когда мы берем, просто катим какой-то файлик из него, грепим какие-то отдельные строки и эти строки дальше уже преобразуем. Это же похоже на модель ETL, Extract Transform and Load парадигма, которая позволяет нам вот этот трансформ процесс распараллелить на разных исполнителей. Давайте углубимся, что нам предлагает голланг для решения проблем конкурсии и параллелизма. Здесь в первую очередь есть легковесные потоки. Это гоу-рутины. Они занимаются 2 килобайта памяти при запуске. Для сравнения джава это порядка двух мегабайт. Они растут, наращивая свою память по мере необходимости. Они очень быстры в запуске по сравнению с потоками в джаве. Их можно запустить миллионами. Есть такая проблема на сегодня, такой вызов для наших серверов. Может ли наш сервер ответить на 10000 запросов одновременно? И эта проблема называется C10k. Так вот, голланг решает эту проблему C1000k. Он может ответить не только на 10000 одновременных запросов. Он может ответить на миллион одновременных запросов. Здесь же есть каналы. И вот каналы, они-то нами позволяют создать вот эту нативную конкурсии модель. Поскольку это блокирующие, по сути своей, это блокирующие очереди, реализованы на уровне самого языка, который напрямую соведействует с машинами. И здесь нам нет необходимости делать локи, лочица, как мы делаем это в джаве. И прямой аналог в джаве каналов, это вот RayBlockingCue, например. Если мы посмотрим на его реализацию, то она реализована на локах. Здесь же каналы, они напрямую работают с нашими машинами на уровне языка. И нам нет необходимости в этих дополнительных локах. Кроме того, у нас в самом синтезисе языка есть такая структура как Select, которая позволяет нам управлять несколькими потоками в едином месте. Давайте посмотрим на примерах, как это все реализовано. Вот у нас есть пример запуска GoRoutine. Сначала рассмотрим однопоточный вариант. У нас есть функция Hello, которая нам просто принтает HelloWorld. И из Main метода мы ее запускаем. Вот таким вот вызовом. Для того, чтобы это сделать в многопоточном режиме, мы просто перед Hello пишем Go. Все, этого достаточно для того, чтобы запустить наш поток. Давайте посмотрим следующую проблему. Extract Transform and Load. Есть у нас некий метод, который будет нам создавать и генерировать. Вначале мы будем экстрактить какие-то данные. Дальше будем передавать нашим обработчикам. Дальше будем собирать результаты в одном месте. И вот мы готовим наши очереди на вход и на выход. Мы готовим наших работников, которые будут обрабатывать данные задачи. И вот здесь вот мы запускаем ввод данных, а здесь собираем вывод этих всех данных на нашем Output. Как мы видим, нам workers единственное, что нас ограничит в количестве работников, которые нам нужны. И мы можем их установить на уровне максимальном для нашей машины. Поэтому мы сможем максимально загружать нашу машину задачами. Здесь же мы видим, что еще один подход GoLang. Здесь очень хорошо наблюдается, что мы коммуницируем между нашими потоками не через память. То есть мы не обращаемся к памяти для того, чтобы сделать какую-то коммуникацию между потоками. А мы наоборот передаем память из одного потока в другой. И таким образом мы добываемся безопасной передачи нашей памяти. Когда нам не нужно добиваться какой-то thread safeness, потока безопасности нашего объекта, нам просто можно его передавать из одного канала в другой по флоу наших потоков. И таким образом мы добиваемся потока безопасности в нашей программе. Это же подход, который напоминает, который еще возник в GoLang, который предлагал нам перейти на модель актеров. ActorModel, которая позволяет запускать задачи и каждый актер отвечает за данную задачу. Это прямой аналог GoLang, как реализованный ActorModel. Смотрим следующий пример. Есть у нас несколько серверов. И мы хотим написать клиент, который будет опрашивать эти сервера. И первый ответ, который к нам придет, мы должны ответить пользователю. По сути эти сервера одинаковые. Это реплики и одно и то же самое ресурсы. И если вдруг мы не получаем ответа за какой-то тайм-аут, то мы показываем пользователю ошибку. Насколько сложно это реализовать в GoLang? Для того, чтобы реализовать такую логику, мы запускаем отдельный поток. В этом отдельном потоке готовим наш запрос. И как только мы получаем этот запрос, результат мы передаем в канал. Дальше мы создаем структуру Select, которая будет принимать результаты из наших каналов. И вот мы принимаем результаты из наших каналов. И здесь же мы принимаем результат из канала TimeOut, который мы просто создаем вот такой вот структуры TimeAfter, которая отработает через 30 секунд. Отработает означает, что через 30 секунд будет помещен объект в наш канал и Select отработает. Select отработает на первом результате, который придет в одну из этих очередей. То есть в первую очередь, который предоставляет результат, на этой очереди отработает Select и все остальные результаты будут проигнорированы. То есть видим, что очень легко из одного места управлять результатами нескольких потоков. Это позволяет реализовать довольно-таки сложную логику конкарсии и параллелизма. Давайте рассмотрим дальше, почему разработчики любят GoLang, какие ключевые фишки в нем есть, которые нравятся разработчикам. В первую очередь это, конечно же, документирование. Есть GoDogTool, который позволяет из source кода поднять сервер и на сервере мы уже видим всю документацию. Там будут кросс-ссылки между нашей документацией, можно даже интерактивные примеры из нашей документации увидеть. Следующий пункт это форматирование и единый вид source кода. Какая есть проблема в других языках, которые пытались решить с помощью вот этой тулзовины, что на начале проекта возникают споры, какое форматирование необходимо применять для нашего соц кода, какие правила именования наших переменных. И вот с помощью вот этих вот инструментов GoMetaLinter, который включает все полностью инструменты, все остальные инструменты в себя, мы имеем стандартизированный подход для всех GoLang-программистов и нас нет холивара при старте данного проекта. Следующее, что есть в GoLang это Package Management. GoGet и вот проведем некоторое сравнение с Java. В Java Package Management реализован с помощью Maven-репозиторио, с помощью Ivo-репозиторио и во-первых нам нужно получить эти данные с этих репозиторио, во-вторых у нас возникает проблема, как нам получить доступ к source коду тех джарников, которые мы скачиваем. В GoLang эту проблему решили просто, поскольку язык написан с учетом того, чтобы он быстро компилировался, то мы получаем, мы выкачиваем просто source код, а не скомпилированные джарники и мы запрашиваем наш source код напрямую из репозиторио. То есть нам достаточно гид-репозитория, в котором хранится наш source код для того, чтобы получить в другом проекте, нашу библиотеку, либо какую-то нашу внешнюю библиотеку. Гид-репозиторий, делаем GoGet, из него выкачиваем source код, он автоматически компилируется и готов к использованию в наших библиотеках. Все, что нужно для багажа менеджмента в GoLang. GoTest. Это реализованная в Core библиотеке GoLang инструментарий, который позволяет нам сделать продвинутое тестирование, это написать параллельный запуск наших тестов и сделать какой-то бенчмаркинг и профайлинг и пропустить какие-то особые тесты. Тут же мы можем сделать какие-то определения на рейс-проблемы, рейс-детекшн и здесь же можно сделать код каверидж. То есть это все у нас встроено на уровне языка без того, чтобы мы допрашивали какие-то дополнительные библиотеки извне и опять же спорили какие библиотеки нам следует использовать. GoLang хвалится тем, что у него довольно таки хорошая Core библиотека. В ней есть все необходимое для того, чтобы поднять REST сервер и причем поднять его не только на HTTP 1.1, на HTTP 2.0 и есть encryption библиотеки и есть куча дополнительных библиотек, которые необходимы для базовой работы какого-либо веб-приложения. Давайте посмотрим на примере REST сервиса и этот REST сервис нам, мы хотим, чтобы он по базовой URL нам отвечал welcome to my website. А по static URL мы хотим, чтобы нам зеркалировались наши файлы из нашей файловой системы. Для этого мы создаем файл сервер, который будет смотреть на нашу директорию. Говорим, что по запросам с пасом static мы будем передавать все вот эти вот файлики нашим клиентам. Дальше мы поднимаем на определенном порту наш сервер и все, вся логика готова. Для того, чтобы нам перейти на HTTP 2.0 нам достаточно сюда в LIST ENDSERV передать ключи для HTTPS и автоматически перейдя на HTTPS мы получим поддержку HTTP 2.0. Все очень просто. Упрощенное ООП. Перед тем, как я пришел в данный язык, я уточнял и уточнял, что это за язык. Как оказалось, очень много коливара, что это просто дурный язык, в нем нет никакого ООП. Разработчики его просто ненавидели ООП и написали язык, который суто процедурный и он вот такой. На самом деле это не так. Просто-напросто в Голанге упрощенное ООП, в нем есть те же самые поддержки принципов ООП. Давайте посмотрим, как они реализованы. Здесь нету класса и вместо класса мы используем структуры. Мы можем выбирать, передавать значения по параметру или по ссылке. Вот на примере у нас есть вот структура, у нее есть определенные поля, прямоугольник из которой имеет ширину и высоту, ширину и длину. И мы хотим реализовать на нем определенный метод. В данный метод нам передается наша структура по значению. Здесь нету звездочки. Это означает, что мы не сможем, на выходе из этого метода наша структура останется такой, как и была до входа в данный метод. Вот так вот мы обрабатываем какую-то логику, наш реализованный метод. Дальше посмотрим на метод, реализованный на pointer receiver. Если здесь мы сделаем какую-то дополнительную логику, которая будет изменять нашу структуру прямоугольника, то на выходе из данного метода мы сохраним состояние этого прямоугольника. Посмотрим на наши интерфейсы. Как имплементируются интерфейсы goodlang. Здесь нет дополнительных ключевых слов implements, которые есть в Java. Для того, чтобы нам имплементировать какой-то интерфейс, нам необходимо, чтобы сигнатура структуры и сигнатура этого интерфейса западали. Вот есть у нас geometry, в которой есть метод perimeter, который возвращает моментовое значение. И его реализацию мы уже видели на предыдущем шаге. Rectangle, у которого есть тот же самый метод. И это позволяет очень просто решить архитектурные проблемы, которые нам описывают там Uncle Bob и другие именитые разработчики. Что интерфейс должен быть реализован на клиенте, который использует нашу библиотеку, а не в самой библиотеке. Если подумать в Java, то в Java мы бы реализовывали интерфейс прямо в библиотеке. Этот интерфейс потом подтягивали у себя на клиенте. Здесь это просто и очень легко реализовать. Посмотрим дальше. Приватные и публичные методы и поля. Как нам добиться в Golan. В Golan все очень просто. Все, что написано с большой буквы, оно экспортируется из пакета. Все, что с маленькой, остается только внутри пакета. Есть пример Person. Первый пример у нас не экспортируется абсолютно, он приватный для данного пакета. А вот здесь мы экспортируем нашу структуру, но возраст в ней остается отсюда приватным для данного пакета. Мы уже видели абстракцию на основе интерфейса. На основе интерфейса мы можем реализовать наш полиморфизм. И здесь мы видим инкапсуляцию. Нам не хватает наследования. Наследования здесь Golan и нету. Поскольку инкапсуляция реализована на уровне пакета, то Golan продвигает Package Driven Development. То есть мы минимальный уровень, минимальный элемент ООП это пакет. Смотрим следующие особенности. Любой тип может быть расширен, но при этом у нас нет наследования, оверлоадинга и оверрайдинга. Вот так есть у нас, например, стандартный тип нашего числа IN64. Мы создаем длительность. Эта длительность может быть выражена в наносекундах, а может быть выражена в секундах. И вот мы определяем данные методы нашей структуры. Если мы будем таким же образом определять какую-то структуру, у которой есть уже методы, то на новосозданном типе методов предыдущей структуры уже не будет. Но мы сможем скастовать предыдущую структуру к новой структуре. То есть нет абсолютно вот этого наследования, оверрайдинга и оверлоадинга. Разработчики Golan убрали оверрайдинг и оверлоадинг для того, чтобы получить, для того, чтобы избежать всяких проблем, которые встречаются в оверлоадинге, оверрайдинге, оверрайдинге в больших проектах. Здесь есть очень легкая композиция через эмбеддинг. Посмотрим, как она реализована. Есть у нас некоторая скидка, у нее есть процент и время, как она действует. И есть, соответственно, два метода Calculate и Isvalid. Есть у нас премиальная скидка, которая хочет переиспользовать логику вот этой вот базовой скидки. Она добавляет дополнительную скидку Additional Flow 32 и мы переопределяем метод Calculate. При этом метод Isvalid у нас тоже будет доступен в премиальной скидке и поля скидки у нас тоже доступны в этой премиальной скидке. То есть делегат очень легко реализован на уровне самого языка. Любимые фишки Голанга, очень много любимых фишек возникает как следствие из особенностей самого языка. Вот мы с вами буквально за пару минут выучили ключевые особенности данного языка и мы уже готовы написать программу. То есть язык очень быстро обучаемый и очень много отзывов о том, что необходимы просто недели для того, чтобы изучить язык и писать полноценные решения. Язык был написан с учетом очень быстрого времени сборки. Мало того, что у него быстрое время сборки, так еще если вдруг нам придется перекомпилировать проект, то перекомпилировать мы будем только измененные наши файлы. То есть все, что не изменилось, оно не будет перекомпилироваться и таким образом мы получаем очень быструю компиляцию. Это очень важно для больших проектов. На маленьких проектах это не ощущается, а на больших проектах, где куча микросервисов, это очень чувствительно бьет по производительности отдельного разработчика. Легкость деплоймента. Поскольку у нас есть бинарник, нам достаточно как результат билда нашего source кода, нам достаточно этот бинарник загрузить и все, нам больше ничего нет необходимости для того, чтобы запустить, просто из команд-лайн и вызываем этот бинарник. Все, у нас сервер уже рабочий. Очень быстрый стартап. Как мы говорили, уже очень быстро запускаются среды и сам этот бинарник тоже быстро запускается. Мало того, что он быстро запускается, он еще и получается легковесным. В ссылках будет пример на историю Scala разработчиков, которые переписали свой микросервис, который весил примерно 200 мегабайт. Docker файл весил у них 200 мегабайт. И когда они переписали эту же логику на GoLang, они получили порядка 16, ну то есть до 20 мегабайт. Разница между бинарниками в порядок. И это колоссально убыстряет deployment и то, сколько задач наших клиентов мы сможем решить с помощью вот такого вот scalability нашего проекта. Carbage Collection Low Latency. С версии 1.6, а сейчас GoLang уже версия 1.11 и готовится к редизу версия 2.0, очень решилась сильно проблема с Stop the World. Stop the World был очень уменьшен в GoLang и это стало одной из ключевых причин, почему переходит на данный язык. Все вот эти вот предыдущие причины, они являются причинами перехода на данный язык, но для тех проектов, где критически важно, чтобы был минимизирован Stop the World, это одна из ключевых причин. Рефакторинг поддерживали на уровне компиляции. В GoLang нет возможности использовать циклические зависимости. В GoLang нет возможности держать неиспользуемые поля, структуры, неиспользуемые переменные. В GoLang нет возможности держать неиспользуемые имперты, все это будет compile-time ошибка и это позволяет нам делать быстрый рефакторинг. GoLang это Cloud Native язык, мы видели в начале как много написано было для клауда решений на GoLang и написано уже много библиотек. Кроме того, сами провайдеры клаудов, AWS, Google, Heroku, они предоставляют свое API, есть поддержка Lambda для GoLang. Есть куча дополнительных фишек, я оставляю ссылки, чтобы больше ознакомились с данными возможностями языка. Я здесь упустил несколько дополнительных ключевых сладких фишек GoLang языка, оставляю их для того, чтобы оставалась какая-то интрига, чтобы вы хотели посмотреть их. Здесь будет в презентации ссылки на то, где посмотреть эти дополнительные фишки языка и подведем некоторые итоги. GoLang это архитектурно-правильный язык, он желаемый нашими разработчиками, потому что он предоставляет им легкую возможность разработки самих проектов. Он востребован на рынке, он современный, он находится сейчас в тренде. Мы рекомендуем обратить внимание на данный язык, как еще одну возможность для самореализации вас на проектах. У меня все, презентацию можно найти по ссылке и здесь есть QR-код со ссылкой, готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...